Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о том, как влияет сыроедение на память и умственную деятельность. Мне поступил следующий вопрос. Денис, здравствуйте! Очень давно хотел спросить об этом. Этот вопрос обычно нигде подробно и качественно не разбирается. Как сыроедение повлияло на ваш интеллект, то есть на память, внимание, скорость и качество вашего мышления? Под качеством я понимаю умение выстраивать верные и взаимосвязанные логические цепочки на основе фактов об окружающем мире. Ну что здесь можно сказать? В первую очередь нужно сказать о том, что вот эти все качества будут выражены в максимально возможной и даже невозможной мере, которую вы даже себе не представляете. Если вы в полной мере применяете в своем сыроедении все 10 принципов, все хотя бы основных 10 принципов, на самом деле их намного больше, эффективного сыроедения. Если же хотя бы один из этих принципов не применяется, то умственная деятельность, память и так далее будет страдать. Разберем простой пример. Вы эффективный сыроед, почти. У вас идеальные фрукты, вы живете в идеальном экологическом месте, занимаетесь спортом и так далее. Но умственная деятельность при этом будет страдать, если у вас не соблюдается хотя бы один момент. К этому времени у вас уже успел сформироваться дефицит витамина В12 и вы об этом не знаете. Естественно, ни о какой эффективной умственной деятельности, а также от личной памяти не может быть и речи. На моих глазах прошло масса случаев, когда люди на это не обращали внимания или не знали. И у них очень сильно падала способность соображать вообще, вспоминать, что произошло недавно или случилось немножко позже. То есть у них очень быстро отказывала память без единственного компонента при общей и целой остальной эффективности. Это один момент. Второй момент. Допустим, у вас в пище не хватает какого-то минерала. В этом случае, опять же, мозговая деятельность, если он ей необходим, не будет эффективной. В третьем случае, если еще одного минерала какого-то, всего лишь одного не хватает, скажем, или витамина, тогда этот витамин может входить в состав каких-то ферментов. Эти ферменты будут уже неполноценны или не вырабатываться. Соответственно, эффективного пищеварения не будет, эффективного метаболизма не будет. И также ни о какой эффективной памяти и соображении, хорошем соображении, ясности ума, также не может быть и речи. Поэтому эффективное сыроедение на самом деле очень тонкая штука. И здесь нужно знать массу нюансов, которые в лучшем случае выполняют один сыроед из десяти. И то, в чем я далеко не уверен. На самом деле их еще меньше, процент этот эффективных сыроедов. Но если же у вас вообще весь комплекс включен, то есть произошла активация всего процесса, вот этого эффективного сыроедения, оно полностью активно и полноценно во всей своей красе, тогда вы будете удивляться вашим мозговым способностям бесконечно долго. Потому что они будут настолько высокие, та же концентрация внимания может длиться у вас бесконечно. То есть вы можете читать или вникать в какие-то сложные структурные схемы, материалы и так далее. Очень долго, и день, и ночь, и день, и ночь, и день, и ночь. Пока вы не переключитесь на что-то другое. Это касается и всех факторов. То есть все это становится таким звенящим. И это неудивительно, ведь при таких условиях, представьте, у вас чистые органы, чистые сосуды. Соответственно, чистая кровь, которая питает мозг, то есть все клетки крови не слеплены, как у обычных всеядных и даже вегетарианцев и у некоторых веганов. То есть они представляют из себя монетные столбики. А они все поодиночке, то есть проницаемость в каждый капиллярчик идеальная. И соответственно, какой может быть еще вариант работы вашего мозга? Естественно, он также будет идеальным. Все будет на самом высоком уровне. Поэтому соблюдайте принципы эффективного сыроедения. Как именно это сделать, вы можете узнать из моих книг. И будьте максимально счастливы и здоровы. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, расскажите об этом видео друзьям. И до новых интересных видео. Счастливо!